Да, спасибо. Я думаю, что мы передадим сейчас слово, узнаем о результатах текущей недели устами Марата Амировича. Марата Амирович, вам слово. Всем добрый вечер. Надеюсь, меня слышно-видно. Отлично. Я тут свой новый гаджет тестирую. Меня режиссер заставил купить микрофон, и я сейчас уже профессионально выхожу в эфир микрофона. Да, очень хорошие новости у нас сегодня. Была такая очень плодотворная неделя, и я, наверное, сразу перейду к отчету. Хочется, конечно, прокомментировать текущий наш Амир Дайджест. Действительно, первые 35 минут я тоже с умилением так слышал всех наших спикеров, особенно Юлю, да, там про поход. И потом мы уже перешли к сухим каким-то деловым фактам. Такой переход был достаточно. Не хотелось отпускать те приятные чувства, которые Юля, скажем, поделилась. Ну, давайте о делах. У нас результаты недели таковы, что по биткоину доходность у нас 0,89%, эфириум – 1,14% и USDT – 1,47%. И та сумма, которая идет на погашение нераспределенного убытка – 50% от дохода накопительного. У нас получился результат 22,74 биткоина, 580 эфириума и 2,364,135 USDT. И Sunrise Program плюс Alara – 19,49 биткоина, 497,59 эфириума и 2,026,401 USDT. 100% прибыли управляющей компании Amir Finance – это 13 биткоинов, 331,73 эфириума и 1,350,934 USDT. И 50% гонорара управляющих компаний, 16,25 – это биткоин, 414,66 эфириум и 1,688,668 USDT. Общая сумма, которая пошла на погашение кассового разрыва – это 71,48 биткоина, 1,824,49 эфириума и 7,430,140 USDT. На момент фиксации этих результатов курс был 20,750, это биткоин, и 1,133 – это эфириум. Итого, общая сумма, которая пошла на погашение – это 10,980,477 USDT. И на сегодня мы можем констатировать, что действительно всех поздравляю с таким большим первым шагом. Действительно, у нас последние несколько недель были мелкие такие шаги в сторону улучшения, и тут, можно сказать, такая большая победа, не последняя, первая, так скажем. И, соответственно, у нас можно констатировать, что кассовый разрыв обнулен, и даже у нас какая-то сумма осталась на… уже мы будем его называть нераспределенная прибыль. То есть, если до этого была формулировка «нераспределенный убыток», то вот нераспределенная прибыль – 792,238. Она также будет констатироваться. Я буду все-таки стараться выходить каждый дайджест и уже, наверное, в плюсовом варианте докладывать о том, что у нас увеличивается нераспределенная прибыль. Данная практика у нас всегда существовала, и, наверное, на протяжении четырех лет мы больше говорили именно о нераспределенном доходе. И перед амбассадорами этот отчет всегда предоставлялся. Ну, и в связи с сложившейся ситуацией с кассовым разрывом, то у нас пришлось в таком, может быть, интенсивном, еженедельном формате эту практику мы продолжим и, соответственно, уже будем констатировать именно об увеличении нераспределенного дохода. Что такое нераспределенный доход? Опять же, это открытые ордера, которые в моменте находятся в плюсе, и, соответственно, прибыль не фиксируется до тех пор, пока ордер не закроется. Ну, и, соответственно, есть средняя цена входа. У нас сегодня уже началась большая работа по переформированию портфеля. Соответственно, в ближайшие пару дней предстоит большая аналитическая работа. Ну, и, соответственно, будем полностью перекраивать наш портфель. И, соответственно, выстраивать уже новую стратегию согласно уже увеличению нераспределенного дохода. Да, пока, к сожалению, падение не закончено. И, соответственно, мы фиксировать ордера не будем. И только констатировать о увеличении. Надеюсь, дай бог, об увеличении нераспределенного дохода. Ну, и, соответственно, когда, ну, кто уже долго с нами, они периодически наблюдали, что там каждые несколько месяцев у нас была такая аномально высокая доходность. По крайней мере, по USDT это как раз был момент фиксации вот этого нераспределенного дохода. Вот, хотелось еще что-то добавить. Ну, на самом деле, как бы сам в эмоциях, положительных, хороших эмоциях. И хочу быстрее действительно приступить к переформированию портфеля. И, может быть, немножко от волнения забыл, чего хотел сказать, еще что-то хорошее. Ну, в общем, завтра приходите на семинар, на вебинар Рустама Буркеева. В общем, остальные новости, я думаю, что завтра. А, ну, то, что мы открыли телеграм-канал специально для Амирфинанс, и более подробно новости уже будем выкладывать там, и мы там даже можем общаться. То есть я буду видеть там все ваши комментарии, ну, и, соответственно, по возможности буду практически на все их отвечать и максимально доносить вам информацию. То есть подписывайтесь на телеграм-канал Амирфинанс. Все какие-то подробности уже будем выкладывать там. Ну, и, соответственно, во вторнюю среду увидимся на вебинарах, и уже более детальные какие-то дальнейшие действия мы будем рассказывать там. Всем большое спасибо за сегодняшний вебинар. Всех поздравляю. Хочется... А, вспомнил. Слова благодарности. Слова благодарности команде, коллегиальному совету. Да, это вот, ну, еще раз повторюсь, это действительно такой большой первый шаг в сторону улучшения. И вот в марте или в конце февраля, в начале марта коллегиальный совет от лица амбассадоров, можно сказать, принимали большое участие во всем этом деле. И действительно, вот за, можно сказать, неполные три месяца мы достигли такого хорошего, большого, положительного результата. Но это огромное облегчение. И всем инвесторам за вашу поддержку, за ваше терпение. В общем, хорошего вечера. Увидимся на следующих вебинарах. Спасибо большое, Марат Амирович. Да, у нас, правда, классная команда. Спасибо вам за радостные вести. Друзья, надеюсь, нам удалось сегодня причинить вам максимальное счастье. И давайте, как разумные инвесторы, потратим этот вечер для того, чтобы заразить счастьем наших близких. Всем спасибо за участие и хорошего вечера. До встречи. Global Star Club. Возможности безграничны.